Девушки отдыхают Садик, школа или офисное здание, что появится на месте бывшего детского сада «Ступени». Все как 70 лет назад. Ветеран из Котельнича собирается на Парад Победы в Москву. Областные депутаты планируют бороться с нелегальными перевозчиками. Речь идет об общественном транспорте. И готовы поставить свои подписи под обращением коллег из Архангельска. Те обратились к председателю Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой ужесточить закон в сфере автоперевозок. Вопрос этот наши депутаты обсуждали сегодня на очередном комитете. При этом в ходе обсуждения выяснилось, помочь легальным перевозчикам область сегодня не в силах. Дмитрий Житарчук подробнее. Хватит кормить нелегальных перевозчиков, высказали мнение сегодня некоторые депутаты областного законодательного собрания. На комитете по ЖКХ и транспорту обсуждали, нужно ли штрафовать тех, кто занимается частным извозом. В районах области частники уже давно. Головная боль для местных властей, напомнили депутаты. Берут тем, что они могут довезти до определенного места, куда им надо, до рынка, до организации, до квартиры, куда угодно. Хотя, конечно, здесь безопасность, в принципе, и опасно. По мнению некоторых депутатов, нужно работу легальных предприятий сначала наладить. Люди часами ждут автобус под открытым небом. Мало того, что частники приезжают быстрее, так еще и берут в два раза дешевле. Эти берут, значит, по 150, по лестнице, по маякам, бамки, дороги, а эти 85 рублей. Все по счетчику. Так, ребята, есть разница. Но выживать муниципальным перевозчикам как-то нужно, встала на их защиту заместитель главы департамента дорожного хозяйства Юлия Попова. Субсидии на социальные маршруты и так сократились за три года в 10 раз. Причем рассчитывать на нее могут только те предприятия, работники которых ежемесячно получают не менее двух минимальных зарплат в этой отрасли. При этом в некоторых районах водители общественного транспорта получают и по 10 тысяч. При этом мы понимаем, что минимальный размер оплаты труда на сегодня, с 1 января 2015 года, 5 965 рублей. То есть 11 930. Почему такая несправедливость, наш департамент до сих пор понять не может. На своем общем заседании депутаты ОЗС еще раз обсудят эту тему. Порядок в сфере перевозок в любом случае нужно наводить. Причем во всех регионах, считают народные избранники. Дмитрий Житарчук, Даниил Кочкин, Бюро новостей, Давича. Больше месяца в нашем городе проходят субботники. Жители активно прибирают свои дворы, коммунальщики, тротуары и другие места общего пользования. После этой массовой уборки на обочинах стали появляться пакеты с мусором. Причем лежать эти пакеты могут не один день. Чей это мусор и, соответственно, кто должен его вывозить? Вопросом задалась Ксения Фрик. Это итог городских субботников. Пакеты с мусором аккуратно сложены по обочинам дорог. На улице Калинина приборка была накануне вечером. Теперь убирать мусор, уверены местные жители, очередь спецавтохозяйства. Их задача вовремя все вывезти. Это всегда так, каждый год. Понимаете? Вот этот мусор вынесли вчера вечером. Они вечером проводили субботник. Они вынесли сюда. Вот его или сегодня, или завтра, крайний срок, послезавтра его уберут. Но не все в этом могут быть так уверены. Например, жители улицы Сурикова тоже прибирались в своих дворах. Даже диван старый выкинули. Но за ним до сих пор никто не приехал. Уже почти неделю мусор так и лежит на обочине. Ой, бывает, я, конечно, сейчас уже в Реша хожу, но вот прямо навалят, навалят, и никто не увозит. Вот так. А вот у зданий администрации города все чисто. Ведь территория эта муниципальная. А значит, за вывоз мусора здесь отвечает спецавтохозяйство. Так же, как в городских парках и скверах. А вот за чистотой дворов должны следить управляющие компании домов. Оплачивать вывоз мусора они обязаны сами. Помочь всем городские чиновники не могут. Слишком мал бюджет. В масштабах города это очень много. Мусора у нас, если весь вывозить, не хватит никаких денег, которые предусмотрены у нас. Поэтому стараемся заставлять собственников самостоятельно вывозить за свой счет. Своими силами и за собственные деньги. Жителям города придется провести еще не один субботник. Например, прибрать площадку у дворца единоборств. И чтобы успеть очистить весь город от мусора, сроки субботников было решено продлить до 12 июня. А если мешки с мусором управляющая компания не вывозит, администрация города советует жителям обратиться в территориальное управление своего района. Инспекторы проведут проверку и выпишут штраф за нарушение правил благоустройства. Ксения Фрик, Данила Кочкин, Бюро новостей, Давичи. Зачем сносить стены, если идет просто капитальный ремонт? Этим вопросом задались кировчане, которым не безразлична судьба учебного заведения «Ступени» на улице Большего. Еще год назад чиновники отрапортовали, образовательное учреждение ждет ремонт. Елизавета Халикова прошлась по стройке и узнала, зачем нужно было сносить стены, как преобразиться здание и успеют ли рабочие в срок сдать объект. Еще год назад в этом здании звенел звонок, шли уроки, были тихие часы. Школа «Ступени» совмещала в себе детский сад и начальные классы. Правда, было зданию больше 70 лет, поэтому городские власти решили провести в нем капитальный ремонт. Однако в ходе работ выяснилось, проще здание снести и построить заново, нежели ремонтировать. Одно из трех строений этого здания появилось здесь еще в военное время. Кирпичи рабочие укладывали по технологии, которая сейчас не отвечает необходимым требованиям. Из-за этого было принято решение не укреплять стены, а возводить новые, кирпичные, по современным нормам. Сейчас рабочие достраивают первый этаж, но после открытия 1 ноября свои двери распахнет двухэтажное учреждение. Правда, только для малышей. Начальной школы «Ступени» здесь на большего один больше не будет. Только детский сад. Здесь это средства бюджетного кредита. Цена контракта на данный момент 58 миллионов 764 тысячи 420 рублей. Это проектирование и строительно-монтажная работа и по реконструкции. Еще муниципальные средства будут направлены на оснащение. То есть это закупка оборудования, инвентаря. Большая часть воспитанников «Ступени» еще в 2014-м перешла учиться в 28-ю школу. Остальных распределили по садикам и школам по месту жительства. Молодой папа Владимир Боровиков и рад бы устроить свою дочь Арину в садик рядом с домом. Но боится – места не хватит. Мы стоим с самого рождения. Сказали, брать четырех лет – нечего делать. Конечно, садиков не хватает. В очереди такая три года дают, что и то не всем не попасть никуда. И хорошо, что это делают, хотя бы что-то делают. Устроить своих детей в этот детский сад кировчане смогут на общих основаниях, подав заявку в городской департамент образования. Елизавета Халикова, Алексей Юферев, Бюро новостей Довича. В Слободском сегодня прошло первое заседание суда по делу о разрушении стены в Христорождественском женском монастыре. Напомню, в начале месяца стало известно, что в Слободском у здания, которое официально является объектом архитектурного наследия и охраняется государством, снесена стена. Выяснилось, что разрешения на реконструкцию постройки XIX века не было. Но, несмотря на запрет, работы продолжались. При этом сами служители монастыря этот факт отрицали. Дело передано в суд. Сегодняшнее заседание длилось чуть больше полутора часов. За это время были заслушаны свидетели защиты. Но дальнейшее рассмотрение дела было перенесено на 5 мая. К этому дню появятся дополнительные материалы до следственной проверки. Фудкорт прямо посередине улицы. 9 мая на Октябрьском проспекте напротив гостиницы «Вятка» пройдет фестиваль предприятий общественного питания под названием «Вкус победы». Ожидается, что участниками станут не менее десятка ресторанов, кафе, баров и даже ночной клуб. В рамках специального конкурса каждая организация должна представить по три блюда, которые подавали в 1945 году. В числе обязательных чай, выпечка и каши. Отмечу, по итогам фестиваля выберут победителя. Организаторы планируют привлечь к оценке блюд и ветеранов Великой Отечественной войны. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Горбатый переезд в Нововятске закроют. Завтра в половину 11 вечера до 4 часов утра четверга 30 апреля железнодорожные пути будут ремонтировать. Железнодорожники собираются полностью заменить рельсошпальную решетку. В итоге этот участок на 970-м километре, больше известный как Нововятский горбатый переезд, будет закрыт для проезда автомобильного транспорта. 122,5 миллиона, чтобы снять напряженность. Речь идет о рынке труда. Такая сумма в Кировскую область поступит из федерального бюджета для предприятий, которые испытывают трудности из-за кризиса. В частности, деньги пойдут, например, на обеспечение временной занятости работников, а также на опережающее профессиональное обучение и стажировку работников, которые находятся под риском увольнения и уже безработных. Всего этими дополнительными мерами планируется охватить 2250 человек. Полтора миллиона за подпись. Точнее, 1 миллион 300 тысяч рублей собирался взять сотрудник Роспотребнадзора за положительное заключение о качестве сливочного масла. На руки эксперт успел получить только половину суммы и как раз во время ее передачи и был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Кировского УВД. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас мы ненадолго прервемся, а вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Она у меня готова всегда в любой момент. Дети ехать, да. Все как 70 лет назад. Ветеран из Котельнича собирается на Парад Победы в Москву. Сложность была в том, ну, как бы больше узнать об этом памятнике, когда он был поставлен. Все памятники на одной карте. Школьники из Вятских Полян готовят необычный проект к 9 мая. Быть спокойным, уверенным в себе, вообще в любых ситуациях. Сильные и выносливые. Какие еще качества развивает в спортсменах греко-римская борьба? Это «Давича». Продолжаем выпуск. Мемориалы и обелиски Вятских Полян появились на единой всероссийской карте памяти. Ученики одного класса многопрофильного лицея собрали информацию о 20 памятниках, которые посвящены Великой Отечественной войне. Сейчас такой деятельностью занимаются школьники по всей России в рамках сетевого проекта «Карта памяти». У организаторов есть цель – найти как можно больше информации о мемориалах в России. Вятские Полянские школьники собрали материал почти о всех памятниках города. Постарались охватить и те, которые находятся в деревнях и селах района. Памятники дети сфотографировали, написали о них рассказы и разместили эти материалы на сайте «Карта памяти». В Сосновке там памятник с человеком, который держит автомат ППШ – символ победы, опущенный дулом вниз, что означает окончание войны. Сложность была в том, как бы больше узнать об этом памятнике, когда он был поставлен. Не только школьники заняты подготовкой к 9 мая. Полный кавалер Ордена Славы, 90-летний житель Котельнича Николай Морозов, сейчас готовится к параду победы в Москве. Он в этом году единственный, кто будет представлять Тамкировскую область. Такое решение было принято Советом ветеранов в нашем регионе. Поздравление от первых лиц государства Николай Морозов принимает уже не в первый раз. Еще на параде победы в 45-м его и однополчан поздравил лично маршал Жуков. Затем, как готовится ветеран к поездке на парад в честь 70-летия победы, наблюдала наша съемочная группа. Любое торжество, а тем более День Победы. Ветерана Великой Отечественной войны Николая Морозова врасплох не возьмет. Его форма всегда в полной боевой готовности. Вот и за две недели до поездки на парад в Москву он спокоен и во всех смыслах собран. Она у меня готова всегда в любой момент. Могу подеть и ехать, да. Николай Морозов – один из немногих в регионе, кто носит титул «Полный кавалер Ордена Славы». Именно поэтому его и делегировали от области на торжества в столицу. На груди три Ордена Славы – третий, второй и первой степени. Последняя награда – за освобождение польского Гданьска. Помнит события тех дней, как сегодня. Вот-вот причаливали, в этот момент сзади разорвался тяжелый снаряд. И нашу лодку вместе с нам, вместе с семь человек, и это в лодке было, выкинуло на берег. Мы быстро схватились, собрали всю свою, забрали миномет, все военное снаряжение и под вагон. И тут держали оборону в течение целого дня. А потом была победа. Тогда, вспоминает Николай Морозов, его полку еще не знали, где будут участвовать в параде в честь великого события – с союзными войсками в Европе или Москве. Ситуацию прояснил проходивший мимо расположение солдат маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Кто-то ему задал вопрос Рокоссовскому. Он говорит, ничего, ничего, орлы, сквабы, встретят московские девушки. Тогда и узнали, что едем на парад в Москву. Так и оказался Морозов на знаменитом параде 45-го года в Москве. Вспоминает, Сталина даже видел, а великих маршалов страны смог даже сфотографировать. Здесь выезжают на коне Жуков на белом коне и Рокоссовский. Вот фотография. Шесть раз отправлялся после 45-го Николай Морозов на парад Победы на Красную площадь. Был на параде и в честь 65-летия Победы. Говорит, хотел с однополчанами пройти по Красной площади, как и полагается, строем. Не пустили. Пришлось, шутит, сидеть в ложе с первыми лицами мировых держав. Я сидел на центральной трибуне. Вместе он с Путиным и Медведевым. Тогда президентом был Медведев. Он выступал с приветствием в параду. Но и на родном мемориале в Котельниче он старается каждый раз 9 мая побывать. Поскольку в этом году не удастся прийти сюда в праздник, решил почтить память тех, кто не дожил до 70-летия Победы заранее. И тут уже не шутит ветеран. Ясно дело вспоминается, какие мои друзья, приятели, которые погибли в период Великой Отечественной войны, а их было немало. Дмитрий Житарчук, Антон Мамаев, Бюро новостей, Давича. Спортсменов из 16 регионов России собрали соревнования по греко-римской борьбе. В этот раз к нам приехали борцы из Самары, Тольятти, Москвы, Ульяновска и других городов. За какие призы боролись участники, расскажет Елена Чехомова. Считается, что всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Кирова проходят в 39-й раз. При этом в прошлом году они были тоже 39-е. Все потому, что в 90-е состязания проходили не каждый год. Об этом хорошо помнит чемпион Европы Владимир Погодин. Он участвовал в самом первом таком турнире в 74-м году. И мы начали подсчитывать. По идее, он должен быть уже 40-м, 41-м. Но мы ровно три года не проводили этот турнир. И как бы стали подсчитать. И в принципе, он не столько важен, какой он 39-й, 40-й. Факт тот, что мы в этом году проводим не только память о Сергею Минуловичу Кирова, но и посвященный 70-летию победы в Великой Честной войне. А вот победить в них удалось не всем кировчанам. Сказались травмы, период без тренировок. Но это не повод опускать руки, говорит Илья Филиппов. Он в синем. Признается, греко-римская борьба позволила ему стать другим человеком. Быть спокойным и уверенным в себе. Вообще в любых ситуациях. Тренироваться с новой силой обещает себе и Максим Макаров в красном. Успешное выступление сегодня он расценивает как стимул для новых побед. Дает мотивацию, уверенность в себе. Смотря какая победа. Есть легкие победы, а есть, которые с трудом. Которые с трудом, они намного лучше. Сегодня, мне кажется, у вас с трудом было. Да. Вес другой. Хороший соперник был. А соперник, кстати, был и с Кировом. О том, что вятские борцы сильны и талантливы, напоминает и дополнительный особый кубок. Помимо наград имени Кирова, будут вручать приз в память о знаменитом богатыре Николаю Шмакове. Он традиционно достанется победителю в категории 130 килограммов. Елена Чехомова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Не пропустите прямо сейчас новую серию из цикла видеоматериалов, где дети рассказывают о подвиге своих прадедов. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Калышница. На до свидания. Партнер Бюро новостей Дайвича. Строительная компания Кировспецмонтаж. Благодарим за поддержку у салон мужской одежды «Камслер». Джем Моу. Второй этаж.